Но, приезжая по случаю, он всегда привозит с собой литературные подарки. Его очередной творческий вечер прошел в Национальной библиотеке. Как в родительский дом, я сюда приезжаю нечасто. Так случилось давно далеко, я отсюда живу. Где бы я ни бродил, только здесь ощущаю причастность. Причастность к событиям, большим и маленьким, для поэта повод для вдохновения. В столицу республики он приезжает, чтобы встретиться с друзьями. Они у него спортсмены, да и сам Владимир увлекается спортом. Данная встреча особенная, потому что это год, 550-летие Чебоксар. И я совершенно случайно, находясь в Лондоне, 17 июня, узнал о том, что в Чебоксарах объявлен конкурс на создание гимна к 550-летию города. И вот, узнав об этом 17 июня, вот наша команда, с автором которой я являюсь, вот в составе Владимира Мельника, это чебоксарский житель и вице-президент федерации бокса Чувашии. Вот меня и композитора Павла Аксенова из Москвы, вот мы взялись за это создание, и вот я его привез с собой. «Приезжайте в Чебоксары», так назвал свой гимн автор. Процесс создания был увлекателем и весьма сложным. Очень помог ему писатель Михаил Юхма, выступив в качестве консультанта. Всего было написано 12 вариантов, а выбран только один. Для меня встреча с Михаилом Николаевичем Юхмой – это всегда событие в жизни. Вот эти встречи незабываемые, и вот прежние встречи, они, ну можно сказать, послужили основой создания вот этого гимна. Много о чем мы говорили с Михаилом Николаевичем, мы говорили долго, так сказать. Это были исторические вопросы, это были вопросы этнографические, это были вопросы творчества. Вот они как-то сложились в какие-то слова, звуки, строчки, которые вошли вот в этот гимн. Как заметил сам Владимир Ежов, научная деятельность не мешает его творчеству. Любимая работа, поэзия – это и есть его жизнь. Наш город юный и очень старый, со всей России, из дальних стран. Мы приглашаем вас в Чебоксар. Открыто сердце у Чебоксар. Кристина Чекминёва, Бахтияр Велиев, Республика. Учей боксар.